Всем привет! С вами канал Биография Знаменитости. Перед началом просмотра поставь лайк и подпишись на наш канал. Приятного просмотра! Игорь Яковлевич Крутой, советский и российский композитор, продюсер, певец, народный артист России 1996 года и Украины 2011 года. Вдобавок ко всему, Крутой является владельцем нескольких российских популярных радиостанций. Песни Игоря Крутого исполняли практически все звезды российской эстрады и не только, от Анжелики Варум до Александра Бона, от Лары Фабиан до Муслима Магомаева. Ну и по традиции начинаем биографию с детства Игоря. Игорь Крутой родился на окраине небольшого городка Гайворон, живописно раскинувшегося на берегу Южного Буга в Украине. Его отец, Яков Михайлович, работал экспедитором на радиозаводе радиодеталей, а мама, Светлана Семеновна, была лаборантом местной санэпидемстанции. У композитора есть младшая на пять лет сестра Алла, с которой Игорь всегда был очень дружен. Впоследствии она вышла замуж за итальянца, переехала в США и сейчас работает на телевидении. Игорь рос обычным мальчишкой, играл с друзьями в футбол, с блеском в глазах смотрел на автомобиль и поначалу ничем не отличался от сверстников. Необычной и даже дерзкой фамилии он поначалу стеснялся, слишком ко многому она обязывала. В доме у Крутых хранился старый трофейный Баян, который отец иногда брал в руки во время домашних посиделок. Игорю тоже нравилось перебирать клавиши ветхого инструмента, и он сам не заметил, как научился на нем играть. Не зная нотной грамоты он мог повторить песню, один раз услышав ее по радио. Это занятие настолько увлекло подростка, что он стал выступать на местных дискотеках, виртуозно исполняя на Баяне композиции из репертуара легендарных Битлз. Позже, когда в местном Доме культуры появилась своя Ионика, советский синтезатор Игорь начал играть и на ней. С шестого класса он приносил в семью деньги, пусть и небольшие. Видя явные способности сына в музыке, мама настояла, чтобы после восьмого класса он поступил в музыкальное училище. По всему видимому, у Светланы Семеновны была очень развитая интуиция. Она упорно настаивала на том, чтобы сын занялся музыкой, и уговорила Игоря съездить на прослушивание к педагогу из музыкального училища Кировограда, областного центра. Преподаватель признал, что у юноши отличный музыкальный слух и даже задатки композитора. Но, увы, Игорь не знал даже о зов музыкальной теории. Ему поставили условие, за год научишься играть на фортепиано, возьмем. Тогда, несмотря на непростую финансовую ситуацию в семье, Игорю купили подержанное пианино. Он справился с задачей в поставленные сроки и стал студентом Кировоградского музыкального училища. Правда, сдал экзамены на тройке был принят по квотам как житель сельской местности, но оказанное ему доверие Игорь оправдал старицей колоссальным трудолюбием. Начало карьеры Игоря Крутого. Отлично окончив Кировоградское музыкальное училище, юноша попытался поступить в Киевскую консерваторию, но не прошел конкурс. Проработав год учителем музыки в сельской школе, он поступил в Николаевский пединститут на дирижерско-хоровое отделение. Во время учебы Игорь подрабатывал в местном ресторане, где познакомился с Александром Серовым, ставшим его верным другом и соратником на долгие годы. Уже тогда Крутой начал писать собственные песни, которые с успехом исполняли артисты Николаевской филармонии, но пробиться дальше у него не получалось. В те времена молодым артистам приходилось преодолевать сложные барьеры из всевозможных прослушиваний худсоветов, пройти которые удавалось только самым талантливым и упертым. Теперь о переезде Игоря в Москву. В 1979 году Крутой получил предложение от столичного оркестра «Панорама» и переехал в Москву. Два года спустя он устроился пианистом в ансамбле Валентины Толкуновой и хорошо зарекомендовал себя среди столичных музыкантов. Также он выступал вместе с Евгением Леоновым по приглашению администрации Московского театра Ленинского комсомола. Но амбициозному провинциалу этого было недостаточно, он хотел заявить о себе как о композиторе. Вскоре Игорь переманил в Москву Александра Серова. Поначалу они вместе играли в сопровождении у Леонова, который не скрывал, что нанял музыкантов, чтобы иметь возможность отдохнуть. Пока они пели на сцене песню из фильма «Белорусский вокзал», актер мог немного расслабиться. Благодаря протекции Толкуновой в 1988 году Сераву удалось попасть на международный музыкальный конкурс в Будапеште с песней «Крутого Мадонны» и стать там победителем. Половина дела была сделана, теперь оставалось только попасть на телевидение. Впервые песня «Мадонна» прозвучала в эфире программы, да и после полуночи, на утро ее уже распевала вся страна. В одночасье Серов стал мегазвездой, а крутой одним из самых востребованных композиторов отечественной эстрады. В 1989 году ему вручили премию ленинского комсомола. «Мы в равной степени друг другу обязаны. Это был неожиданный успех», — вспоминал Игорь Яковлевич. Продолжим биографию и расскажем об успехе Игоря. А вот настоящее бремя славы свалилось на голову Игорю Крутому после дуэта с Ириной Аллегровой в виде «Незаконченный роман». В 1989 году Игорь Яковлевич создал продюсерский центр ARS, в рамках которого организовывал грандиозные музыкальные проекты мирового масштаба. Творческие вечера композитора неизменно вызывали огромный интерес, а его музыкальные фестивали в Юрмале и Сочи и по сей день являются одними из самых значимых событий в отечественном шоу-бизнесе. Именно Крутому принадлежит заслуга по реанимированию мероприятия «Песни года». Также Игорь Крутой стал продюсером четвертой фабрики звезд, успешно сотрудничал с Ларой Фабиан, писал музыку для кинофильмов и театральных постановок. Популярный композитор выпустил не один диск с записями своих песен. Игорь Крутой пишет много инструментальной музыки. Так, в 2000 году он выпустил альбом «Без слов», а также на заре своей карьеры написал музыку к трем художественным фильмам. Песни авторства Игоря Крутого часто звучат в художественных фильмах, например, композиция «Радость моя» из третьей части комедии «Любовь в большом городе». В 2014 году Игорь Яковлевич начал плотно сотрудничать с итальянским артистом Андреа Бачелли. Три песни, написанные композитором, певец спел на концерте в честь 60-летнего юбилея Крутого. Теперь о конфликте с Лаймой Вайкуля. Долгие годы композитор состоял в дружеских отношениях с Лаймой Вайкуля. Однако в 2019 году певица призналась, что между ними пробежала черная кошка. Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как «Новая волна ушла», рассказала Лайма в интервью Ирине Шахман, создательнице YouTube-шоу о поговорить. В 2014 году, после того, как многим российским артистам был запрещен въезд в Латвию фестиваля «Новая волна», одним из создателей которого изначально был Игорь Крутой, пришлось переезжать в Сочи. Однако Лайма, горячо обожающая Юрмалу, организовала собственный фестиваль Лайма-рандеву Юрмала. Игорь Крутой воспринял это как личное оскорбление, Лайма показывает тем самым, что наш конкурс там не нужен. По его словам, Вайкуля приступила к организации фестиваля, когда он ввел переговоры о возможности оставить новую волну в Юрмале. И в завершении расскажем про личную жизнь Игоря Крутого. Со своей первой женой Еленой Игорь познакомился в 1979 году и на третий день после первой встречи сделал ей предложение. Начинающему композитору было 26 лет, не откладывая дело в долгий ящик, влюбленные сыграли скромную свадьбу в небольшой квартирке невесты. Но довольно быстро сказке пришел конец. Молодожены ютились в той же квартире Елены. У Игоря не было постоянного заработка, он только-только переехал в Москву. Ситуация усугубилась, когда Елена забеременела. Осознавая плачевность финансового положения, на третьем месяце беременности женщина выгнала мужа и подала на развод. В октябре 1981 года родился их сын Коля, с которым Елена поначалу запрещала видеться. Композитор очень грустил и начал прикладываться к бутылке. Годами позже он откровенно признавался, что он любил ее. А она его, нет, но то, что Елена ушла тогда, даже к лучшему, ведь было бы гораздо печальней, если бы их отношения, лишенные отдачи с ее стороны, растянулись на долгие годы. В дальнейшем композитор получил возможность общаться с сыном и принимал самое активное участие в его воспитании. Он старался уберечь Николая от собственных ошибок вроде скоропалительного брака. И все-таки молодой человек обжегся на слабом поле, в 2007 году он женился, а в 2013 году развелся, так и не обретя счастья в браке. Внучка Игоря Крутого Кристина переехала с мамой в Монако. Прошло больше 10 лет, прежде чем Крутой снова обрел семейное счастье. На этот раз его супругой стала красавица Ольга, с которой он познакомился на вечеринке в США, куда он приехал в начале 90-х. Чтобы представить свой проект «Песня года». Уроженка СССР, Ольга давно обосновалась в Америке, вышла замуж и родила ребенка, дочь Вику. Она понятия не имела, кто такой Игорь Крутой, не догадывалась она и о том, что стала первой за долгие годы женщиной, которая покорила его сердце. Ольга подала на развод и приехала в Россию, где сыграла свадьбу с композитором. Возвращаться в Россию на совсем она не решилась, как и Крутой не рискнул, переехать на ПМЖ в Штаты. С тех пор Игорь живет на две страны, но, несмотря на то, что два любящих сердца разделены Атлантическим океаном, их брак способен вынести любые невзгоды. Именно Ольга вновь подарила ему смысл к жизни и вдохновила на новые работы, например, на создание музыки к песне «Я люблю тебя до слез», которую до сих пор с успехом исполняет Серов. Несмотря на то, что Виктория – неродная дочь Игоря, он принял ее как родную и дал ей свою фамилию. С 2009 года девушка строит карьеру певицы. Она замужем за ресторатором Давидом Берковичем. А в ноябре 2015 года стала мамой малышки Дэми Роуз. В 2003 году у Игоря Крутого и Ольги родилась дочь Саша, в которой оба души не чают. Девочка редко появлялась на публике, что спровоцировало множество слухов, включая якобы диагноз аутизм. Но по достижению 16-летия она стала часто мелькать в инстаграмах родителей, собирая сотни восторженных комментариев. Девушка живет вместе с мамой в Америке. В Штатах Игорь Крутой владеет апартаментами в Майами, из окна которых открывается чудный вид на побережье и 500-метровой квартирой в Нью-Йорке. Из ее окна открывается вид на Центральный парк. Также у композитора, помимо квартиры в Москве, есть недвижимость в Монако и частный дом в Юрмале. В 2018 году поклонники заметили, что композитор резко сбросил вес, и заподозрили самое страшное. Оказалось, что проблемы со здоровьем у Крутого действительно есть, но это всего лишь диабет. Из-за него Игорю Яковлевичу приходится соблюдать строгую диету, что, в совокупности с его активным образом жизни, привело к потере 15 килограмм. В последнее время композитор редко появляется в России, предпочитая проводить время на своей вилле в Майами в окружении семьи. Тем не менее, он не пропадает с радаров отечественных СМИ и продолжает сотрудничество со многими поп-исполнителями, например, Эмином Агаларовым. Новый 2021 год Крутой встретил в Майами. Игорь отправился туда проведать маму и внучку. Отмечать праздник Крутой планировал еще в самолете, вместе с ним полетел Валерий Леонтьев.